Всех приветствую на своем канале. Это будет видео, посвященное вопросам и ответам. Наверное, это, кажется, четвертые вопросы и ответы, их совсем немножко. И это от определенного человека. Мне написала личное сообщение ВКонтакте буквально вчера, кажется, девочка. Я, кстати, использую блокнотик от Насти Зарецкой. Просто, наверное, тыркаться впритык к монитору и потом к камере подползать от наработки как-то не очень кошерно. Короче говоря, запрос поступил от Николь Харитоненковой. Надеюсь, я правильно произнесла фамилию в плане ударения. И, в общем, тут четыре вопросика таких. Да, я тут слегка опять сменила вид фон сзади и даже убрала эти халатики свои, чтобы никого не травмировать. Но я думаю, кого-нибудь все равно, даже не думаю, наверняка, кого-нибудь потравмирует моя дверь. В общем, первый вопрос. Красила и красишь ли вообще волосы? В общем, волосы я начала красить еще с спинка моей мамы, хной, где-то лет в 13-14. Потом красила, когда ходила в художку в 16 лет, первый раз я волосы не хной, в смысле то, что там краска, да? Ну, хотя я не знаю, зеленку можно краской назвать или нет. Я покрасила прятку зеленкой, прискакала в художественную школу. Потом мой преподаватель по рисунку так удивился, сказал, о, зеленка. Думаю, сразу опознал. В общем, потом я покрасила, стала краситься тоникой такая была, краской, даже не краской, а оттеночный шампунь, не знаю. Сейчас, кажется, еще существует. Я тогда, в общем, изумрудный у меня был, хотя вообще изначально он назывался малахитовый. В общем, как бы я не красилась, то у меня почему-то, если я красилась сама, цвет у меня всегда был несколько иной. Если он должен был быть малахитовый, он у меня был изумрудный. У меня красилась я спинка своей подружки. Она была на год меня младше, и я как раз была в 9 классе, и мне потом резко пришлось перекрашивать волосы. Точнее, не в 9, пардон, в 9-м, то я еще красилась в этом. В 11-м резко пришлось перекрашивать волосы в шоколадную, потому что Лёля умудрилась покраситься белой хною. Тебе надо быть блондинкой, тебе надо быть блондинкой. В общем, месяца 3 она мне промывала мозги, в результате я копила белую хною и покрасилась. Но не ушла в тот момент, что я красилась хною, и у меня, соответственно, это все пошло пятнами. Где-то даже есть жуткая фотография, там, в каком-то пиджаке своем, на фоне какой-то нашей углической церкви. Ну, и, в общем, такие ляпы там, рыжие, непонятные, белые. И потом я решила, раз она у меня не прокрасилась, значит, наверное, надо еще раз белой хною покраситься, вышло еще хуже. В общем, это был опыт у меня краски волос белой хною, осветлялая, да, и в результате мне пришлось потом профессионала в салоне красоты наводить марафет. Ну, у меня там кудряшки еще такие были, но суть такая, что красили меня в шоколадный цвет волосы моих, чтобы хоть как-то приблизить к оригиналу, и чтобы оно было как-то более-менее выглядело вменяемо, а не я упалася навала. Потом, когда я поступала в кулек, я вообще писала заявление для поступления, у меня были волосы малиновые, потом бордовые, потом мы с Женькой красили года, наверное, 4 уже назад, я думала, что я покупала оттеночный шампунь, фиона или фиора, как-то так, а получилось, что краска, в результате, в общем, он должен был быть синий, по-моему, у меня был фиолетовый, потом синий тоже у меня был как-то, красилась я разными красками с Женькой, там фотки всякие есть, там и тонирование она мне делала, и под блондинку она меня красила, и вот последнее, наверное, ну, может быть, год уже, может, чуть меньше года у меня волосы свои, никаких красок, все вот это вот осталось, так что волосы я красила. Пока не крашу, хотя я вот тут гуляла по нашему филиалу, ну, в общем, магазин у нас называется Атак, филиал Ашана или вариант Ашана, как-то так, и увидела там какой-то такой оттеночный шампунь, думаю, ой, нельзя с ним мне, потом думаю, а зачем, а он смоется быстро, а если я буду самокраситься, а Женька сейчас занята жуткой, то у меня будет, наверное, там не то, что залет на макаронной фабрике, ну, в общем, все в осадок выпадут, и я решила, что пока, наверное, подожду. Так, чем любишь заниматься в свободное время? Свободное время. В общем, ну, вообще гулять там, книжку читать, ну, сейчас у меня книжку заменила Манго, хотя мне-то девчонки в нашей команде сказали, что Манго это тоже книжка. Потом рисовать, вообще долго-долго собираюсь, но потом все-таки рисую. В смысле рисовать, ну, заниматься чем еще? На пианино я сто лет не играла, хотя я помню, у меня был запрос, ну, сейчас у меня чисто физически, наверное, не получится так записать, хотя можно попробовать, я переставила систему, надо будет, сменила систему, мне к нам будет попробовать просто подключить, все равно там всякие запчасти подключаю, вот сегодня сканер, там программку поставила, правда, еще не проверяла, ну, соответственно, Манго я перевожу или редактирую, а вот свободное, совсем свободное время, вот сегодня я решила немножко теста ради попереводить, как мне наш Япошка сказал, профессиональный английский перевод, то-се, пятое-десятое, это так сложно, я, откровенно говоря, не поняла разницу от любительского английского перевода и, ну, в смысле английского текста в перевод с японского, да, на любительский английский или профессиональный английский, и так шесть страничек немножко попереводила, вообще там тема такая интересная, посвященная Жанне Дарк, вариация Мадоки, и я не знаю, заценили меня, не заценили, ну, в общем, решила я для себя чисто попереводить, это вот чем я сегодня, допустим, занималась в свободное время, свободное от свободного времени время, как-то так, потому что обычно в свободное время я стараюсь тратить на переводы и редакты нашей команды, ну, в общем, у меня не время, свободное время делится на два свободных времени, а так, соответственно, конечно же, гуляю по возможности, одна, с кем-то, с фотоаппаратом, как вчера или вчера, когда я тут гуляла, что-то снимала, раньше, правда, я гуляла и просто фоткала, теперь почему-то гуляю и не только фоткаю, не сколько сфоткаю, даже сколько снимаю, вот завтра не совсем свободное, свободное от свободного времени время пойду на первую репетицию в этом сезоне нашего театра, я, правда, сценарий пока так и не осилила, так, третий вопрос, какие твои самые любимые конфеты, вообще, самые-самые любимые конфеты, это вишня в шоколаде, ну, она там еще бывает с каким-то алкоголем, да, это вот, мы помню, в детстве с сестрой мелкие были, как-то на двоих слопали маленькую такую коробочку, там, вишня в коньяке, что ли, было, что-то такое, ну, понятно, что с детьми было с нами, в смысле, так, это, наверное, как-то оно повлияло, то ли мы спали, то ли что в этом роде, но, в общем, мои самые-самые любимые конфеты, это вишня в шоколаде, а там уже вариации вишня с алкоголем в шоколаде, или просто вишня в шоколаде, или сушеная вишня в шоколаде, вот, это уже второстепенно. Так, какую музыку предпочитаешь слушать? В общем, музыку я вообще меломан, но в последнее время у меня в моем трек-листе это саундтрек из аниме Гравитация, сами эти группы, я уж не помню, какие они там, ну, вот именно то, что звучит в аниме Гравитация, потом все вариации песен Тоби Саммита, причем не все, я, конечно, слушала, там, Авантези, там, у него какие-то кавери вдруг пошли, и меня-то, ну, конечно, я не сомневаюсь, его голос, у него шикарный голос, он вообще сам по себе шикарный крутой мужик, но то, что он стал делать кавери, для меня это было шоком, в общем, у меня там Power Metal, Dead Black, вообще одно время я тащилась от финского мелодик металла, но в основном такую тяжелую музыку и рэп внезапно. Нравятся мне и Пав Дэдди, и Снупи этот док, потом Дид Вэлф, это группа пока от Эминева, я не знаю, сейчас он с ними поет или сам по себе, ну, и сам Эминем, в принципе, тоже многоточие мне нравилось, каста со товарищей, объединенная каста, потом была еще такая группа, не знаю, как сейчас существует или нет, Паук не в смысле, из коробеда металла, а сам по себе Паук, и у него был клан Свет и Тьма, такой, я без понятия вообще, как он выглядел, и когда я музыку слушаю, я чаще всего слушаю музыку, я даже не всегда воспринимаю тексты, не всегда воспринимаю потом, когда мне показывают, как это выглядит. Дум металл мне нравится, но они, по-моему, распались или нет, я даже как-то не слежу, все, Скорфин в свое время нравился, вообще, раньше тащилась от Битлз, Квин, ну, Металька, там я где-то упоминала, Майкл Джексон, но вот сейчас у меня в плейлисте это Эдга, этот Power Metal, потом какой-то там японский полуметал, немножко рэпа, чуть-чуть классики, не о классике, это Стефано Массини, он там на пианинке, и, по-моему, там еще скрипка иногда проскальзывает, и несколько песен у финских металлистов, типа Финтроль. Вот такие у меня было четыре, четыре у меня было таких вопросика, я знаю, что у меня где-то там в закладках, в сообщениях ВКонтакте висят тоже какие-то вопросы, я постараюсь уже как-то втянуться в эту среду, ну, в смысле, снова писать уже по запросам видео, у меня тут вот блокнотик как раз с какой-то стороны, он у меня тут, именно с запросами, еще с теми, с какие-то с весны, я помню, что обещала это там видео по поводу своего этого химии своей, а, да, к свободному времени, наверное, к свободному времени, наверное, относится эта фигня, которую я делаю руками, типа там всякие травяные сборы, или там всякие мыло, тоники, тут результат свободного времени, остатки был и роскоши, череда, в этом году у меня не получилось собрать череды, как-то так не сложилось, или с погодой, или я была не в то время в деревне, ну, в общем, наверное, все, если вы досмотрели меня до конца, если вы там получили какое-нибудь удовольствие, или что-то такое подчеркнули для себя интересное, если вам это понравилось, то ставьте пальчик вверх, если не понравилось, но при этом вы досмотрели до конца, и вы мазохисты, ставьте пальчики вниз, ну, пишите, соответственно, комментарии, свои пожелания, там вопросы какие-нибудь, если все-таки они у вас есть еще, и, ну, наверное, подписывайтесь на мой канал, у меня тут, оказывается, 3000, но причем они то плюс, то минус, сегодня утром было 2999, вчера, кажется, было 3000, 1 или 3002, как-то так, ну, в общем, как-то, но то плюс, то минус, наверное, круто, 3000 подписчиков, в общем, наверное, до новых встреч и пока!